28 мая в республике беларусь празднуется традиционно уже день пограничника илья скажи как служится пограничником в настоящее время в нашей стране в целом неплохо полное обеспечение как ищевое имущество также кормит неплохо хватает не летят моментально особенно если слушать на но я служил в этом в пинском пара отряде в самом отряде техникам должности скажи какие у тебя были эмоции когда ты получил повестку в армию в принципе я ее ожидал уже там уход в принципе я знал что я пойду в армию я же ну к заранее с этим смирился я не буду косить до 20 до 27 лет зачем мне это мне проще было сходить в армию служить и быть свободным человеком но ты рад что попал именно в погран войска до много чего увидел увидел ту же границу всегда было интересно как она вообще проходит представлял что тот же пункт пропуска там еще что-нибудь подобное но как она в лесу вообще как она проходит мне было интересно расскажи но есть определенные получается по лесу идет полоса определенная идет система если человек пытается на ее забраться там или она срабатывает выезжает тревожная группа задерживать человек расскажи про свои первые эмоции в армию вот ты с гражданки пришел туда и что это для тебя такое было скажем так непривычно приехали мы приехали поздно пока мы там получили эти вещи пока мы сходили в баню помылись туда-сюда приехали пришли в казарму расположились нам определили места конечно с утра услышать рота подъем как-то тоже было непривычно жестко до жестковато ну как понаслышке там сразу там встал побежал построение вообще ничего не понимал ну а дальше где-то начали выдавать там те же шевроны те же кокарды и так далее ну первые два месяца учебки занятия постоянно как на полсуток и теоретические занятия стрельбы тяжеловато первое время был как вот называют сейчас в погран войсках новобранцев которые только пришли и вообще вот если у военных свой сленг который вот когда солдаты проходят определенную службу меняют ли им какие-то названия вот черпак раньше были осланы в принципе не знаю как дену в пограничниках такого особого нету как обычно там дружный коллектив там в любом случае если кто у кого-то какой-то залет будет у одного получает все то бишь у нас такого не не было чтобы как друг друга там обращались там по-другому в основном все по именам разрешено ли в пограничных войсках пользоваться мобильными телефонами вообще по приказу представителя пограничного комитета они разрешены но в связи с наличием таксофонов в отрядах или там на заставах по решению командира счастья не могут выдаваться могут нет понаслышке вот я знаю что в бресте например люди которые вот со мной призывались не рассказывали что они телефоны подправляли домой командир части сказала что есть таксофон зачем нам мобильный телефон у нас например они были мы их сдавали там в личное время мы получали если нужно было это основном было вещи вам в лишнее время в плане смартфонов они были запрещены скажи как у вас празднуется 28 мая в отряде как-то про ну праздник обычный там где-то мы скинемся там может какой-то стол накроем вместе посидим отметим вот на заставах то же самое в принципе но на заставах наверно проще там тот же шашлык пожарить или что-нибудь похоже в отряде этого не сделать что тебе дала служба в армии считаешь ли ты это хорошими годами которые тебя чему-то научили либо это впустую потраченное время принципе то что мне дала армия это мне только категорию к водительским правам больше такого особо изменений каких-то в характере ну характер больше какой-то стойкости дала больше выносливостью немного поменяла какие-то взгляды на жизнь какие-то определенным моментом так в основном каждый должен это пройти у нас это проблемой для р fantasy в принципе ничего не поменять это понятно потому что если вы хотите у вас быть первым понимаем таким образом просто лучшим а не против для волновей среди дала большие дала сейчас поскорили об этом по 29-20-20111 с на 1-2008 по 5-201 вот там где-то поговорим и привозят что вы можете сделать